отвариваем 45 средних картофелин добавляем в них 25-30 грамм сыра чеддер натертого на крупной терке добавляем одно яйцо добавляем пол стакана молока солим по вкусу добавляем зелень укропа и все это тщательно расталкиваем в пюре вот такая должна быть картошка для нашего пирога мы обжариваем фарш с луком и с грибами на подсолнечном масле теперь мы должны добавить в него соус грэви столовую ложку соуса грэви разбавляем кипятком крутым тщательно перемешиваем это все чтобы не было никаких комочков и и дальше добавляем также столовую ложку муки и еще раз все тщательным образом перемешиваем полученный соус добавляем в наш жареный фарш еще раз тщательно перемешиваем берем посуду для выпекания любую и выкладываем в нее по очереди сначала наш мясной фарш аккуратненько все разравниваем и и как следует как следует все укладываем и уплотняем теперь наверх равномерным слоем выкладываем пюре аккуратно раз вкладываем его и распределяем по всей поверхности нашего пирога также аккуратно утрамбовывая окончательно формируем поверхность пирога чтобы он выглядел красиво теперь мы можем даже слегка украсить поверхность нашего пирога вот таким нехитрым способом при помощи обычные вилки чтобы он когда будет готов выглядел красиво и теперь мы наш готовый пирог ставим в духовку для выпекания при температуре 250 градусов на 20-25 минут наш готовый пирог мы раскладываем на красивую тарелочку украшаем любыми овощами какие у вас есть и обычно я употребляю такой пирог с томатным соком очень полезно очень вкусно всем приятного аппетита друзья желаю всем здоровья отменного настроения берегите себя пока пока пока